Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о зависимостях, о том, как с ними справиться, и в частности, конечно же, о главной пищевой зависимости. Потому что часто люди связывают зависимость с зависимостью от алкоголя, табака, наркотиков и чему-то такого. А пища, она вот только, скажем так, стала очень рассматриваться, что это такое и почему она вызывает зависимость. На самом деле, пищевая зависимость самая сильная, потому что к пище приучают ребенка с самого рождения. То есть, сначала он пьет молоко, а потом начинается прикорм и так далее, пошло-поехало. То есть, ребенку кормят по расписанию, дают пищи гораздо больше, чем он хочет сам. Ну и, соответственно, у человека возникает такое чувство, что он привязан к пище. Бывают, конечно, и другие случаи, когда не дают пищи, голодают. Но сейчас таких случаев ничтожно мало по сравнению с наоборот, с тем, что дают больше пищи. Особенно это проявляется в развитых странах. То есть, я имею в виду страны Европы, Америки и так далее. И вот что происходит? То есть, человек начинает уже чувствовать, что его с помощью пищи подавляют. И потом, когда уже взрослый возраст, то он начинает переедать. У него появляются такие вещи, что он не может остановиться. Начинает с помощью пищи компенсировать эмоции, которые он недополучает. Ну и, соответственно, возникает такая вещь, как привязанность к пище. То есть, любой человек, почти любой, сейчас есть у нас уже индивиду, которые не кушают. Но таких пока что очень мало. И получается, что большинство людей привязано так или иначе к пище. Кто-то, конечно, питается более осознанно, более разумно. Например, кушает фрукты, овощи, зелень. То есть, как пищу, которая более насыщена, скажем так, витаминами, минералами, энзимиными. Не обработанная пища, которая не подлилась к кулинарной обработке. Но большинство людей все-таки кушает обычную пищу. То есть, имеется в виду, кушают мясо, рыбу, яйца, молочные продукты, хлеб и так далее. И лишь небольшая часть составляет действительно полезные продукты, фрукты и овощи. И получается, человек привязан к пище. Чтобы брать зависимость, конечно, любую зависимость, в том числе и пищевую, важно понять, как она зародилась, как она произошла. И вот в этом как раз и помогает процессинг счастья. То есть, мы можем углубиться в корни этой зависимости. То есть, самое-самое детство, когда вот это вот была, скажем так, прикормка, когда начинали давать еду, закармливать, принуждать с помощью пищи, то есть, подавление с помощью пищи. И вот эти вещи очень важно убрать, чтобы тело кушало ровно столько, сколько ему нужно именно для восполнения полезных веществ, и тогда, когда оно хочет. То есть, полностью была свобода. И также можно справиться с любой зависимостью, будь то наркотики, алкоголь, табак или что-то еще. То есть, чтобы человек был свободен делать это или нет. Я не говорю сейчас, плохо даже это или хорошо, что нужно это как-то там останавливать или подавлять. Нет, я не сторонник подавления, я сторонник того, чтобы осознанно делать. И когда у человека есть выбор, делать или нет, он может действительно выбрать. И он может выбрать ту сторону, которая для него в данный момент действительно нужна. То есть, это значит, что человек может съесть что-то, когда ему хочется, а может и не съесть. У него нет зависимости от пищи. То же самое касается любых других веществ. Поэтому, когда есть свобода, то уходит вот эта фиксированная идея, уходит привязанность, уходит навязчивость. И как раз в этом я помогаю разобраться людям с помощью процессинга счастья. То есть, помогаю убрать зависимость с помощью как раз психотерапии, тем, что мы убираем ее причины. То есть, те моменты, когда она образовалась, мы возвращаемся в них, проходим, проходим и убираем оттуда негативный заряд, который как раз и вызывает вот это навязчивое желание переедать или употреблять какие-то вещества, играть в азартные игры и так далее. Заниматься сексом там. И, в общем, то есть, уходят все зависимости, и человек становится свободным и счастливым. Вот к этому как раз я и веду людей с помощью процессинга счастья. То есть, я занимаюсь уже этим около 20 лет, и это то мое любимое дело, которое мое любимое призвание. Я создал как раз Академию Счастья, чтобы каждый мог получить процессинг счастья, и мог действительно улучшить свое состояние и стать свободным, счастливым, гармоничным духовным существом. Поэтому, кому эта тема интересна, пишите в комментариях, если есть вопросы. Конечно же, добавляйтесь в друзья, я свои контакты укажу в этом видео. И также читайте мою книгу «Мир и вечного познания», где я подробно рассказал о том, как действительно человек может улучшать свое состояние. И, конечно же, буду рад, если вы поставите отметку. Нравится этому видео, подпишитесь на мой канал, поделитесь видео с друзьями и колокольчик для напоминаний, чтобы вы знали о новых видео. Я их записываю практически каждый день. Вам счастья, осознанности, свободы. И до скорой встречи!